Добрый день, уважаемые коллеги. Неодевантная системная терапия хир-позитивного рака молочной железы. Нет конфликтов интересов, и это тот самый случай, когда, даже не знаю, хвастаюсь я или жалуюсь, потому что хир-позитивный рак всегда интересен, прежде всего, наверное, не только для врачей и пациентов, но и для фирмы, которые данные препараты придумали, производят и распространяют. Итак, говоря сегодня о портрете хир-позитивного рака молочной железы, нужно сказать следующие вещи. Это тот вид опухоли, который чаще всего метастазирует. По крайней мере, к нам пациенты обращаются в стадиях, которые более запущены, нежели другие биологические по типу. Это опухоли, которые имеют чаще макрометастазы, даже меньше, чем 4 лимфатических узла. Это опухоли, которые занимают на сегодняшний день 13% от общего числа всех пациентов с диагнозом рак молочной железы. Возможность контролировать хир-позитивный рак молочной железы – это то, что, в общем-то, на сегодняшний день мы можем себе позволить сказать. Такая фраза существует. И на самом деле в начале 20 века основатель химиотерапии Эрлих сказал, что если бы мог быть выбран компонент, способный селективно связывать возбудитель, вызывающий заболевание, то вместе с этим компонентом к нему мог быть доставлен токсин. Именно в 1998 году, через 100 лет, эта идея была реализована в связи с появлением препарата тростозума. На сегодняшний день эффективность тростозума в адювантном режиме не вызывает никаких сомнений. Основополагающее исследование B31 демонстрирует и дальше будет демонстрировать значительно лучшие результаты общей выживаемости у больных, которым получают таргетную терапию. Тростозума в адювантном режиме также демонстрирует значительную частоту достижения полных патоморфологических регрессов. И основополагающее исследование, которое проводилось в том числе и под руководством Владимира Федоровича Семиглазова-НОАХ, это однозначно демонстрирует уже в течение 9 лет, после того, как в 2010 году впервые были опубликованы результаты. И за последние 10 лет, в общем-то, частота полных патоморфологических регрессов значительно возросла. Последние исследования с применением двойной блокады демонстрируют результаты до 73-80% полных патоморфологических регрессов в определенной, конечно, группе больных хердопозитивным раком молочной железы. И, в общем-то, все достаточно хорошо и интересно, и дискутировать особо не о чем, потому что 80% полных патоморфологических регрессов мы не сможем с вами достичь ни в одной группе, в другой группе других форм ракомолочной железы. И значение по типу ракомолочной железы в связи с ответом на неодевантную терапию именно в HER2-позитивных образованиях, так же, как и в трижды негативных образованиях, демонстрирует значительные успехи. Да, действительно, успехи на иодевантной химиотерапии, они неоспоримы, но, тем не менее, остаются вопросы. Почему есть пациенты, которые имеют HER2-позитивный статус, но прогрессируют на фоне проведения таргетной терапии? Почему HER2-позитивный статус – это не всегда удача, которая, по идее, должна сопровождать нас с вами, когда мы назначаем таргетную терапию? На сегодняшний день мы представляем HER2-позитивный рак молочной железы как агрессивный ипотип с высоким прогностическим риском локального и системного поражения. Но при этом у нас есть с вами возможность контролировать заболевание. Мы с вами можем говорить о самой высокой частоте достижения полного патоморфологического регресса. И в конечном итоге мы связываем полный патоморфологический регресс с хорошим прогнозным заболеванием. Современные подходы неодевантной терапии говорят о том, что двойная блокада – это тот выбор, который должен осуществляться в неодевантном режиме. Более того, двойная блокада таргетная должна сопровождаться обязательным проведением химиотерапии. Именно сочетание двойной блокады и химиотерапии дает возможность получить наилучшие результаты. Но если так все хорошо в неодеванте, почему, когда мы смотрим на одевантное исследование двойной блокады с химиотерапией, почему-то эти результаты не достигаются? Полный патоморфологический регресс в неодеванте, который мы так с вами жаждем и хотим, не реализуется при проведении одевантной терапии. И двойная блокада, в общем-то, не дает значимых улучшений в показателях безрецидивной выживаемости, если мы не говорим о группах больных с очень-очень плохим прогнозом. Возможность терапии резидуального заболевания. Исследование Катрин. Замечательное исследование, шикарные результаты. И есть только два нюанса, на которых хочется остановиться. Первый нюанс сравнивается таргетная терапия, тростозумаб, с терапией препаратом ТДМ, который в принципе не является абсолютно таргетным препаратом, а сочетает в себе химиотерапевтический компонент. И сравнивать одну таргетную терапию с таргетной терапией и химиотерапией, наверное, не совсем корректно, и говорить о том, что это хорошо. Хотя результаты замечательные. Но если мы с вами обратимся к неодевантному режиму ТДМ, который совсем недавно был продемонстрирован на АСКО, исследованный Кристин, то мы видим, что применение ТДМ, которое в резидуальной опухоли дает хорошие результаты, дает не столь замечательные результаты в неодевантном режиме. Что-то опять не сходится в этой системе. И как говорил или писал, вернее, Антон Десент-Экзупери, в действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. И та самая красная машина, агрессивная, которую мы можем контролировать, не всегда является тем самым родстером, который замечательно справляется с дорогой и который приносит удовлетворение водителю, то есть врачу, который, в общем-то, назначает то самое лечение. Всем ли пациентам с ЕР2-позитивным раком молочной железы нужна двойная блокада, о которой мы сегодня так много говорим? На самом деле, наверное, это не совсем так. И пациенты с опухолью размером менее 3 сантиметров при споставлении различных режимов с одной блокадой и с двойной блокадой демонстрируют вполне сходные результаты 3, 5 и 7-летней безрецидивной выживаемости. И двойная блокада – это не панацея на сегодняшний день при всех возможных формах ЕР2-позитивного рака молочной железы. Более того, на сегодняшний день двойная блокада без химиотерапии тоже достигает очень неплохих результатов. У пациентов ЕР2-энрич, обогащенных так называемых истинных ЕР2-пациентах, мы говорим о том, что почти у половины пациентов достигается полный патоморфологический регресс без химиотерапии. Опять что-то не совпадает. Значит, не обязательно всем больным, может быть, назначать химиотерапию и таргетную терапию одновременно. Более того, антрациклины, на которые последние 20 лет мы, в общем-то, возлагаем огромные надежды. Особенно у ЕР2-позитивных форм рака молочной железы, в общем-то, при подгрупповом анализе дают всего лишь 5% добавления в успех лечения. То есть те самые антрациклины при ЕР2-позитивных раках молочной железы тоже не являются абсолютной панацией. Может быть, загадка в чем-то другом. Эти самые биологические подтипы, которые мы с вами привыкли, они не совсем те биологические подтипы, которые есть на самом деле. И тот самый постулат Антуана Сен-Бокзупери, когда мы говорим о том, что красная машина – это всегда Феррари, на самом деле, может быть, красная машина – это не всегда Феррари. Есть же другие абсолютные подтипы, которые тоже являются красными, они тоже являются красными машинами. На самом деле, все не так, как есть на самом деле. ЕР2-позитивный рак молочной железы, привычный нам с вами, это совершенно различные подгруппы, которые на сегодняшний день мы лишь с вами начинаем изучать. И значение имеет и размер первичного очага, и наличие гормональных статусов, наличие мутаций. Более того, молекулярно-биологический подтип, возможно, определяет успехи нашего с вами лечения. Если говорить о том самом размере машины, который имеет значение. Размер на самом деле имеет значение, особенно если мы говорим о ХЕР2-позитивных раках молочной железы. И чем раньше мы с вами начнем лечение таргетными препаратами и химиотерапией, тем лучших результатов мы с вами достигнем. Поэтому стремление лечить только местно распространенные формы тоже, наверное, не всегда правильное. И чем раньше мы начнем лечить более ранние формы таргетными препаратами, тем лучших результатов мы достигнем. На самом деле все еще интереснее, и «красные машины» тоже бывают совершенно разные. Хорошо нам с вами известный слайд, который демонстрируется всегда, когда говорят о таргетной терапии. На самом деле различия достаточно большие не только по эстрогеновым прогестероновым рецепторам, но и при наличии различных мутаций. Я не претендую на то, чтобы объяснить все механизмы мутации, которые существуют. Но на сегодняшний день мы с вами находимся в заложниках лабораторных исследований. И если у нас есть реагент для определения той или иной мутации, мы ее анализируем. Насколько она действительно значима, сказать сложно. Но если обратиться к той самой ПИК-3СИА-мутации, о которой мы говорим, то мы можем однозначно сказать, что проведение таргетной терапии у HER2-позитивных пациентов с различным уровнем мутации дает совершенно различные результаты в достижении полного патоморфологического регресса. И у HER2-позитивных больных полный патоморфологический регресс при наличии мутации всего лишь 7,6%. И HER2-позитивный статус никоим образом нам не помогает. На данном слайде также достаточно разные цифры при подгрупповом анализе полного патоморфологического регресса в зависимости от той самой мутации. На самом деле все еще интереснее. И на самом деле не только мутации, которые мы знаем, определяют прогноз наших пациентов и частоты достижения полного патоморфологического регресса. Те самые ТИЛСы, которые изучаются уже много-много лет, дают нам очень много информации. Возможно, это пока не превращается в какие-то практические рекомендации. Но на самом деле очень интересным является то, что наличие ТИЛСов полностью иногда опровергает наше мнение о том, что полный патоморфологический регресс – это хорошо, а отсутствие полного патоморфологического регресса – это плохо. Если посмотреть на данном слайде, то можно сравнить, что кривые выживаемости у больных с полным патоморфологическим регрессом, у которых ТИЛСы более 40%, совпадают с кривыми пациентами, у которых нет полного патоморфологического, но ТИЛСы менее 40%. То есть сам по себе, опять-таки, HER2 статус никоим образом не достигает, не объясняет нам чистоту полного патоморфологического регресса. Существует огромное количество факторов, которые, в общем-то, кривые сопоставляют несопоставимый. Полный патоморфологический регресс демонстрирует точно такую же безрецидивную выживаемость, как и отсутствие полного патоморфологического регресса, и совершенно другой фактор дает совершенно другие кривые. На самом деле все не так, как мы представляем. Красных машин бывает очень много, и мы привыкли к тому, что красная машина – это Феррари, это очень быстрая машина, она всех обгоняет, имеет агрессивный потип, но ее приятно водить, и это приносит удовольствие. На самом деле иногда мы можем с вами договориться до того, что и желтая машина тоже быстрая, красивая, она тоже работает. И здесь вступают молекулярно-генетические подтипы рака ХЕР-2-позитивного рака молочной железы. На самом деле не весь ХЕР-2-позитивный рак молочной железы абсолютно одинаков. В нем точно так же существуют базальные формы, в нем точно так же есть люминальные А, люминальные Б, если мы говорим терминами суррогатных подтипов рака молочной железы. И в зависимости от того, какой мы имеем молекулярно-генетический портрет опухоли, мы можем достигать совершенно различных цифр частоты полного патоморфологического регресса. Мы можем достигать полного патоморфологического регресса до 70% у пациентов, у которых существуют те или иные молекулярно-генетические факторы, молекулярно-генетический портрет вместе с химиотерапией. И мы можем достигать 40% полных патоморфологических регрессов без химиотерапии как таковой, у больных, у которых истинно ХЕР-2-позитивный рак молочной железы. Выживаемость больных, конечно же, имеет значение. Однозначно проведение таргетной терапии дает при ретроспективном анализе значимое отличие, но особенно это отличие видны у пациентов, которые действительно являются ХЕР-2-обогащенными, и статус, который, в общем-то, в реальной клинической практике мы с вами в большинстве случаев не определяем как таковой. Изменение ландшафта опухоли на фоне проводимой неодевантной терапии. Мы с вами замечательно проводим неодевантную терапию, и в конечном итоге в большинстве случаев, наверное, получаем точно такую же опухоль. Но в том самом меньшинстве, которое иногда не имеет значения, которое мы забываем, опухоль меняется и полностью превращается в совершенно другое образование. Так вот, для ХЕР-позитивных образований это наиболее значимая история. И учитывая молекулярно-генетическую гетерогенность опухоли, замещение чувствительных терапий клонов на резистентные клоны происходит очень часто. И именно в ХЕР-2-позитивных образованиях мы можем получить с вами клоны, которые имеют совершенно другой молекулярно-генетический профиль, которые в конечном итоге ведут себя совершенно по-другому. И результат абсолютно не предопределяется тем, что изначально данные пациентки были ХЕР-2-позитивные. Изменение по типу ХЕР-2-позитивного рака молочной железы на фоне неодевантной терапии. Исследование, это метаанализ, и большая часть резидуальных образований представлена люминальным А-подтипом. Вроде бы благоприятным, но все дело в том, что он не настолько благоприятный, как нам с вами хотелось бы. Это тот люминальный подтип, который начал фактически расти на фоне проводимой нашей терапии. Это, конечно же, условно, это фраза в кавычках, но тем не менее это правда. И те пациенты, которые не достигают полного патоморфологического регресса, остаются с резидуальной опухолью, поведение которой очень часто мы с вами не можем предугадать как таковых. Что мы знаем о ХЕР-2-позитивном раке молочной железы сегодня? О том, что это кандидаты для неодевантной системной терапии. Да, безусловно, ХЕР-2-позитивный опухоль в большинстве случаев это кандидаты. Частота полных патоморфологических регрессов повышается при назначении двойной блокады. Однозначно это неоспоримо. Большинство пациентов получают от этого пользу. Но не все пациентки нуждаются в двойной блокаде, и на сегодня это, в общем-то, неоспоримый факт. Не все пациенты нуждаются в проведении наодеванта антрациклинсодержащей химиотерапии. Это тоже на сегодняшний день факт. Не все пациенты нуждаются вообще в химиотерапии при ХЕР-2-позитивном раке молочной железы. Однозначно ХЕР-2-позитивный рак молочной железы – это гетерогенное заболевание. И, конечно же, полный патоморфологический регресс – это очень важный маркер. Но этот маркер не абсолютный. В данном случае я обращаюсь к словам Эрика Виннера, который, с моей точки зрения, определил ближайшую стратегию развития, по крайней мере, мысли, научной мысли в отношении пациентов, получающих наодевантную терапию. Нам нужно сделать упор не в поиске новых препаратов для повышения частоты полного патоморфологического регресса, а в поиске эффективных схем лечения резидуального заболевания. Потому что, на самом деле, если посмотреть, то из пациентов, которые не получили полного патоморфологического регресса на фоне химиотерапии, 70% пациентов все равно вылечиваются в ходе дальнейшего лечения, хирургического вмешательства, лучевой терапии, гормонотерапии, если такова будет проведена. Но пациенты, которые достигли полного патоморфологического регресса, тоже не все излечиваются, и 10% из них прогрессируют как таковые. И если мы сделаем упор на то, чтобы достигать полного патоморфологического регресса, то, к сожалению, мы поможем не большей части наших пациентов. Поэтому следующая история – это история лечения резидуальной опухоли, которую, в общем-то, мы встречаем и встречаем, к сожалению, достаточно часто. Эрик Виннер предложил очень интересный протокол, который до сегодняшнего дня еще не запущен. И данный протокол говорит о том, что при получении резидуальной опухоли он предлагает в один рукав назначать, безусловно, ТДМ, который препарат на сегодняшний день продемонстрировал наилучшие результаты, а во второй рукав назначать режим по желанию исследователя, который принимает то решение, которое считает наиболее важным. В данном случае, наверное, этот протокол более корректен, нежели сравнивать лечение резидуальной опухоли в двух рукавах. Рукава, который получает ТДМ, и рукав, который получает таргетную терапию. Но это все была теория, интересные разговоры к вопросу о практике, а что же делать. Все очень просто. Вы открываете рекомендации РОМ или Ассоциация онкологов России и лечите на основании этих рекомендаций. Потому что наше измышление – это повод поговорить, встретиться и встретить белые ночи, которые всегда будут и есть. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok